Все, спектакль окончен, гаснет свет. Здесь я выражаю мое субъективное мнение. Однако я попробовала структурировать этот сумбург в голове на столь неоднозначную тему. И только вам судить, получилось ли у меня вас вдохновить. Так, теперь ближе к делу. После этого видео рекомендую посмотреть мое предыдущее по ссылке в описании. Я его недавно пересмотрела и обратила внимание, что оно все еще актуально. В этот раз хочу сделать акценты на других моментах. Все девчонки абсолютно разные. Кому-то нравится элегантность, кто-то романтичный, находится в постоянном полете, кто-то взрывной и дерзкий. И всех этих разных девчонок объединяет одно мероприятие. О чем это я говорю? О том, что одежда это способ самовыражения. И если у вас в гардеробе нет ни одной юбки, ни одного платья, не стоит идти наперекур себе и облачаться в потиновое облачко и в прямом смысле ковылять на каблуках. Вот мамы, которые настаивают на туфлях. Зачем вы это делаете? Я неоднократно наблюдала выпускниц у себя в шоуруме на примерках, впервые стоящих на каблуках. Сутулость, замкнутость. Девочка и так находится в стрессе, потому что на ней не штаны, а платье, которое может задуть ветром. Она прощается с местом, в котором провела 11 лет своей жизни. Расстается с друзьями, возможно, навсегда. И надо полагать, туфли это последний бег с препятствиями на финишной прямой. На сегодняшний день существует такое разнообразие в обуви. Уважаемые выпускницы, пожалуйста, не изменяйте себе. Выбирайте вечерний наряд, который идет именно вам. В котором вам будет комфортно, который подчеркнет вашу изюминку. И в котором вы будете находиться в моменте, не задумываясь о том, как бы не упасть, как бы так присесть, чтобы ничего не вылезло. Вечерний образ это не только одежда, но еще и самоощущение. Если у вас на лице написано «тресс», то о каком празднике может идти речь? На пике популярности весной-летом 2024 будут объемные цветы, ванты, черно-белые образы, либо полностью белые или черные. Красные акценты, как заверяют, но я боюсь, этот тренд настолько популярный, что к лету успеет всем надоесть. А вот следующий тренд прилипало, по моим прогнозам, зеленый. Посему, если стратегически выбирать актуальный цвет для предстоящего мероприятия, отказ от красного в пользу любого другого, хотя бы того же зеленого. Социальные сети начали пестрить фотографиями девушек в объемных воздушных блозах. Такой акцент действительно свеж и для выпускного с легкостью применим. Такую блозу можно добавить к уже имеющимся классическим брюкам, сделать актуальную укладку и готово. Уже не первый год нам демонстрируют банты в разных вариациях. Ну, максимально они выстрелили лишь к новому 2024 году. Ёлки украшали аккуратными бантиками, в сервировке также использовались атласные ленты. К весне и лету, уверенно, все больше и больше бантиков мы увидим в вечерних нарядах. Они могут быть как совсем маленькими, так и большими, а также являться частью какого-то изделия. На мой взгляд, идея с этим украшением очень стильная. На волне свежих веяний заниженная талия. Чтобы согласиться на такой фасон, следует обладать хорошей фигурой. И это сейчас не фэт-шейминг, а констатация факта для тех девушек, которым нужен совет. Если есть небольшой животик, его с легкостью можно скрыть завышенной талией. Когда талия занижена, обычно верхняя часть не фактурная, то есть без молний, карманов, украшений. И если есть животик, то в профиле его будет видно. Это просто факт, но выбор за вами. Также заниженная талия не подойдет низким девушкам. В таком случае она будет выглядеть еще ниже и пропорции порежутся максимально. Низким девушкам выгоднее высокая талия, чтобы юбка, неважно короткая или в пол, удлиняла ноги и силуэт в целом. Все чаще и чаще мы видим актуальные фасоны в не оверсайз форматах, а более приталенных, возможно закрытых, но очень женственных. Элегантность не всегда есть выбор школьных выпускниц. Они думают, что такая одежда для более взрослых. Однако существует огромный выбор элегантных нарядов, не добавляющих возраста хозяйки. Я выделила этот блок, потому что есть девушки, которые на свой выпускной хотят выглядеть торжественно-женственно. Но получается слегка вульгарно. В таком случае играйте на контрастах. Если платье яркое, пусть оно будет с длинным рукавом. Если очень закрытое, то пусть это будет необычная ткань по составу или драпировке. Такое я упоминаю в выпускных нарядах впервые, потому что считала все время неуместным. Но в последнее время стало появляться больше прозрачных образов, где все закрыто. А эффект прозрачности достигается шифоновым наслоением в объеме. Если раньше голое платье было реально голым платьем, то теперь это загадочная дымка из сжатых слоев прозрачной материи, которая добавляет перчинки на первый взгляд. А если присмотреться, под прозрачным слоем подобающая закрытая одежда. Среди девушек есть много любительниц брюк. И на выпускной они также неизменно предпочитают эту универсальную в гардеробе вещицу. Однако я хотела бы вам предложить обратить внимание на необычный фасон. Если вы действительно любительница брюк, на выпускной сделайте акцент на свои любимые вещи. Пусть они будут максимально необычны. Это и будет вашей изюминкой. Очень широкие палаццо в полоску. Кстати, этот принт весьма актуален весной-летом 2024. Модель из драпированной ткани, с корсетом или в виде необычного комбинезона. Или брюки из той же ткани, что и рубашка. Вы точно взорвете публику. Или из классического нато материала, но крой в подвы подвертом. Ну, раз про брюки сказала, нужно и про пиджаки, и жакеты упомянуть. Кстати, это большое заблуждение считать, что пиджак чисто мужское изделие, а женское только жакет. Если вы в своем образе хотите сделать акцент на пиджаке, то отнеситесь к его выбору более серьезно. Хочу вдохновить вас вот такими идеями. Посмотрите, как же необычно выглядит образ в целом, если выбрать максимально нетипичный пиджак или жакет. Объемные цветы, растущий молодой тренд после бантов. Вы можете быть одними из первых, кто облачится в цветы. Первый референс слишком открытый для школьного выпускного, но основу топа можно сделать более закрытой. Идея в этом цветке, либо листья из плессированного шифона. Ручная работа всегда смотрится шикарно. Юбка из роз это что-то. Тут удачно все. И лацканы под цвет галстука, и рубашка в голубом цвете очень сочно, выглядит с алым красным. Как по мне, слегка рисковато для школьного выпускного, опять же. Но вы можете экспериментировать и сделать юбку не такого алого цвета, более розового и чуть длиннее. А ярче выбрать тон рубашки. Это если не менять кардинально цвета. Так как вы заканчиваете школу, где у вас 100%, если не единая форма, были определенные требования к одежде и общему виду, вы можете по-доброму подшутить над этой темой, поэкспериментировав с препи-стилем. Он весной-летом 2024 будет очень актуальным, к слову, как и олдмани. Серый и красный безумно актуальные цвета, и образ выглядит смело и дерзко. Юбка и укороченный жакет в каком-нибудь ярком цвете, а зеленые колготки отличная замена красным, которые уже всех достанут к лету. Или вот с точностью да наоборот цвета. Тот же ЧБ, рубашка, жакет. Юбка вроде бы строго, однако слегка гиперболизирована. Что-то в стиле сплетницы. Офисный стиль набирает свою популярность и после предыдущих школьных образов уместно будет показать вам и более взрослые. Наряды сдержанные, элегантные и очень нарядные. Платье-рубашка от Валентина смотрится шикарно. Высокий разрез компенсируется длинным подолом, застегнутыми пуговицами под горло и контрастным галстуком. А атласное платье-рубашка вроде бы и короткое, отражающее свет, можно сказать, сверкающее. Но на нем нет ничего лишнего, даже пуговицы потайны. Зона декольте закрыта и официальности дает имитация жилетки. Невероятно эстетично смотрятся такие образы, где одно будто бы вытекает из другого. Только никакой вульгарности. Тут уместно короткая юбка или плотные леггинсы вместо прозрачных колготок. А это мой любимый стиль. Я обожаю максимально романтичное платье в сочетании с чем-то массивным или брутальным. Я вся такая нежная, хорошая, но с чертовщинкой. Юбки баллон набирали свою популярность к Новому году, поэтому такой фасон будет безусловным трендом в теплом сезоне. Вот вам несколько примеров для вдохновения. Баллон с заниженной талией, баллон под рубашку, так еще и в полоску. Либо черно-белый комплект. Все три референса точное попадание в тренды. Выглядит очень нарядно и девчачьи. Я могу продолжать показ примеров и фатиновых, и корсетных, и всяких разных других. Но решила остановиться на самых свежих идеях. Потому что, на мой субъективный взгляд, в этом году как никогда появилось много того, чего мы давненько не носили и считали неактуальным. Балетки, например. Больше про тренды вы можете узнать из другого отдельного ролика по ссылке в описании. Мое предыдущее видео про выпускные наряды смотрели не только выпускницы, но еще их мамы и даже бабушки. Думаю, в этот раз будет что-то подобное. Поэтому сейчас обращение к старшим. Выпускной для девушки важное событие. Это фактически балл. А она та самая золушка. И в 90% таких случаев наряды шьются индивидуально по референсам из интернета. Если вы попадаете в подобный процент, пожалуйста, уделите своей дочке внимание и посещайте все примерки вместе. Это относится больше к школьным выпускницам, когда девочка уже не ребенок, но еще не взрослая девушка. И заслужила доверия у родителей. И чувство самостоятельности, как дядя Федор. Я более пяти лет шью выпускные наряды школьницам. И такие заказчицы, как показал опыт, делятся на два типа. Первое. Мама дает выбор дочке. Готова заплатить любые деньги, лишь бы ее ребенок был счастлив. А второе. Ребенок и так должен радоваться, потому что это индивидуальный пошив. А всем заправляет мама. Она выбирает пасон, ткань, цвет. Что первое, что второе. Абсолютно нормальные клиенты. Все мы разные. Но бывает так, что у мамы второго типа не всегда присутствуют на примерках, а то и вообще ни разу. И приходится общаться как-то удаленно, через фото, видео. После их несамостоятельная дочь сама забирает наряд в счастливых чувствах. Спустя время истерики, негативные комментарии, попытки вернуть индивидуальный пошив, потому что не нравится платье, не нравится фасон, не нравится ткань, не нравится цвет. Все это не нравится маме. На вопросы, почему тогда она сама выбрала этот фасон, этот цвет, эту ткань. Ответ. Мы вам доверились. А почему у вас не было ни на одной примерке? Не было времени. Такая ситуация, реальность. Впервые за много лет. Прошлым летом со мной произошла такая нелепица. История более глубокая. С моей стороны работа была прозрачная. Я все процессы фиксировала фото и видео форматом. И даже когда результат не устроил, я предложила внести изменения и вообще пошить новое платье. Но чтобы не занимать эфир, просто хочу сказать мамам. Будьте всегда рядом с дочкой, чтобы не испортить ей выпускной. И потом не искать виноватых, перекладывая свою ответственность на других. А выпускницам хочу пожелать отличного выпускного. И пусть вы найдете тот самый наряд, в котором будете неотразимы. Не уйдите наперекор себе и своим принципам. Не надевайте что-то, что принято и все наденуты. И вы должны. Вы никому ничего не должны. Просто будьте собой и не забывайте, какая вы невероятная. На этом я с вами прощаюсь. Всем прекрасного настроения. И пока-пока.